Привет всем поклонникам спорта! Всем добрый вечер! Это была гостевая ничья против Вольцберга, коллектива, который, пожалуй, будет оспаривать, но если не второе место, то медали со штурмом. Такие предсказания были до старта, ведь сезона. Да, это именно так. Ну, штурм выглядит действительно главным претендентом на вице-чемпионство, хотя многие тоже все-таки имеют большие надежды на Венскую Аустрию, но посмотрим, как они зайдут в сезон. Так что пока три очка максимальные показатели у Зальцбурга и одно набранное у штурма. Ну и теперь переходим к составам. Пожалуй, я начну тогда с гостей, с фаворита, уже многократнейшего чемпиона Австрии и гегемона последних лет. Филипп Кёнгалкипер, 18-й номер. Номер справа налево, четверка в линию играет Рэдбулл Зальцбург, Игнас Ван дер Брэмте. У Марс Соле у Ван дер Брэмте второй номер, у Соле 22-й. Смотрим, сейчас прострельная передача, но не удалось замкнуть ее. Максимилиан Вебер слева сыграет, у него 39-й номер, хотя даже пока на официальном сайте Австрийской Бундеслиги нам его по старой памяти, наверное, дают как центрального защитника. И Бернардо, вот он, должен составить пару Омару Соле, 95-й номер. У Бернардо в центре поля Лука Сучича, 21-й номер, 13-й Николас Зеривальд и 7-й аргентинец Николас Капальдо, чуть выше Фернадо, 11-й номер. Но мы еще по стартовому туру, по товарищским матчам видим, что Фернадо вообще где угодно может оказаться, и слева, и справа, и в таких полуфланговых зонах. В общем, все это будем разбирать. Ну, а Кафур, 77-й и Бен Ямин Шешко, 30-й номер, это пара нападающих. Брэд Булзазь. Состав штурма выглядит следующим образом. В воротах 27-й номер Юрк Зеветхандель, бессменный вратарь команды. Слева в защите 44-й номер Амаду Данте. В центре защиты 5-й номер Гердери Бютрих, 6-й номер Александр Боркович. И справа будет Юсуф Газибедович, 22-й номер. Ну, у него получилось еще там какое-то время на невысоком уровне, на уровне второй лиги Австрии, поиграть. Все равно это заслушивает самых теплых слов, отличная информация. И мужество, отвага, вот такие люди, которые все равно продолжают заниматься спортом. Кому-то, к сожалению, ой-ой-ой, Кён, Кён, 0-1, 0-1, 1-0, штурм выходит вперед. И этот вот самый Хэйлут, Размус Виндер, Хэйлут. Датские нападающие, 20 лет ему еще нет. И он забивает, воспользовавшись грубейшей ошибкой Филиппе Кёрт. Не зря мы подняли тему вратарей Зальцбурга сегодня, я смотрю. Вот, отличная иллюстрация. Недавно это было в российской премьер-лиге, на днях это было в чемпионате Аргентины. И вот так заигрываются вратари, не все из них вот так хороши, как Мануэль Нойер. Даже Мануэль Нойер ногами иногда ошибается, из чего все это началось. Вот передача от защитника и Кён. Но вообще здесь надо большое спасибо еще сказать Бернарду, насколько я понимаю. Да, это он отдавал мяч во вратарскую. Причем под таким не очень удобным углом. Но ужасная передача Бернарду, честно говоря. Ты полевой футболист, ты находишься лицом к чужим воротам. Ну, по крайней мере, выноси мяч за боковую линию, да можно было и точную передачу выполнить. В таких случаях и из-под прессинга за счет подстроек, за счет треугольников, двигательная работа команды выходит. А здесь, ну просто, извините за это слово, пихнул он мяч своему голкиперу, который и так с напряжением, с нервом играл. Которого и так огорошили этой перекладиной уже на восьмой минуте. И вот так-то немножко подставил Бернарду. Бразильский центральный защитник Зальцбурга Филиппо Кеона. Но тем интереснее, тем интереснее первый гол в чемпионате в этом сезоне для Распуса Кеюльного. И явно не последний. Появление Бернарда в старте опять всех очень озадачило, потому что он вышел в старте уже в прошлом туре. И это удивительно, потому что Зальцбург вообще привозил под стартовый состав Страхиню Павловича. Жалу Николас Капальду. Аргентинец седьмой номер Лука Сучич повыше. Двадцать первый номер. И тройка нападающих на Кафора убрал с поля Матиас Яйсли. Вместо него вышел Кергард. Фернандо остается одиннадцатым, хотя к нему вопросы к бразильцу есть. И Бен Ямин Шешко, пожалуй, из тройки нападающих самый активный и позитивный, что ли, в первом тайме для Зальцбурга. Тридцатый номер у него. И Матиас Яйсли, главный тренер Рэдбулл Зальцбург. У штурма без обвинений в перерыве. В воротах все так же. Двадцать седьмой номер Йорк Забетхан. Когда показалось, что Капальду мог сыграть рукой в штрафной, это все еще в первом тайме. Отсылки к первой строка пятиминутке. По статистике 56 на 44 по владению мячом, ну, около 60% в среднем Зальцбург владел мячом. Но, как мы отмечали в первом тайме, очень много передач между четверкой защитной. И только где-то в последние десяти минутки первой половины, вот там Зальцбург уже ближе к чужим владениям. Зайвальд подает слева. Опять они используют розыгрыш. Это мы уже видели и в первом туре. И именно стандарты и варианты их подачи или розыгрышей. Капальду достанется мяч. Он у Зальцбурга. И Данте. Отлично! Можно набирать. Вот там. Выход 1-1 с Киона. Надо забивать. 2-0, пожалуйста. И дубль Размуса. Хэйлунда. Девятки штурма. Да, наше пророчество о том, что он... Это не последний его гол явно в этом сезоне. Он начал сбываться достаточно рано. Анна, не скромничайте. Пророчество-то было никогда с вашей стороны. Да-да-да. Не, ну это было очевидно. Все ожидают от него прорывного сезона. Большого количества голов, ассистов. И отъезд в крупный чемпионат в максимально короткие сроки. 51-я минута. Штурм 2-0. Обыгрывает Зальцбург. И все началось отсюда. С этого перехвата. И посмотрите, как и Горвард сработал. И быстрая доставка. И хотя Капальдо, Капальдо пытался подстраховать центральных защитников, которые уже не успевали назад. Очень грамотно, здорово. И за счет скоростных качеств обыгрывает его Хэйлунд. Это был прострел Соле, оказавшегося на месте право-крайнего даже нападающего. И вот они бегут. Умер, бежит. Геогард пытается с отечественника догнать. И как здорово еще и голову мяч коснулся Кёна в неудобную. Да простят меня болельщики Зальцбурга и поклонники таланта Кёна в мертвую зону. Немножко так над ушами. Или мимо ушей Хэйлунд Дубаль. Ну и вот теперь задача-то становится все сложнее для Зальцбурга. Да, а теперь придется отыгрываться совсем прилично. А сил не прибавляется. Сил не прибавляется. Ливерпуль, да, как оказалось, получил плюсы от товарищеского матча в середине недели против Зальцбурга. Где Ливерпуль уступил 0-1 команда Клопа. И Ливерпуль выиграл суперкубок Англии. А Зальцбург горит 0-2 и по делу абсолютно. Не важна эта статистика по владению мячом. Потому что штурм на протяжении всей встречи острее и, я не знаю... Эффективнее. Да, вот я хотел сказать эффективнее. План, тот самый план, тактика, выбранная модель, стратегия Криса Ильцера. Она работает в этой встрече. В отличие от Матерса Яйс, который не от хорошей жизни совершил уже две замены. В том числе одна в оборонительную структуру, в оборонительную линию. И это, кстати, ему не характерно обычно. Он очень редко делает такие замены. Но сейчас ситуация сложная, явно. Саркария. Саркария низом на ближнюю штангу. Кёрн успевает. Но если бы сейчас еще и третий забил... Это была бы сенсация. Он бы стал, по крайней мере, игроком скамейки сборной дани. Да, вполне возможно. Многие пророчат ему, конечно, это будущее. Причем теперь в последнее время проблемы с этим. И этот титул принимает на себя Зальцбург. Пальма Перенства перешла к Зальцбургу. И здесь тоже. Во всех смыслах. И по этому параметру тоже. Кой-то А. В последний момент он на мяч наступил. Но еще раньше его, конечно, не по правилам. Останавливали сразу два игрока штурма. Штурм ведет 2-0. Обыгрывает Зальцбург в 79-й минуте. Все, кто решил посмотреть этот матч именно впрямую. И выбрал его. Может быть, тут вот сейчас момент будет. Но Шешко! Вы сами все видели. И Зибенхандель, красавец, то, что был уже рядом. Вплотную он приблизился. Да нельзя к Шешко. И воспользовался вот небольшой ошибкой. Соле выдал на гора этот пас, который мог стать результативным. И даже длины ног на Шешко не хватило, чтобы мягко обработать. И желтая карточка Веберу или Соле? Веберу вроде бы, да. И Соле. Ну, он совет уже теперь, да. Договорился. Соле. Направа в капитана Ульмер пытается общаться с арбитром. Хотя футбольные правила не записаны. Никаких сносок там нет. И дополнительное в пунктах вот, что капитан имеет право разговаривать с арбитром. На самом деле с ним никто не может общаться. Ну, вот как-то такая привычка пошла. Здесь оба друг друга держали. Я отчасти соглашусь с Вебером. И можно было не свистеть. Но скорее вот за эту реакцию. За то, что он Вебер так, может быть, и сквернословил. Возможно. Хотя за ним обычно не замечу. Он достаточно говорливый парень. Его даже вот по аналогии как Томаса Мюллера в Баварии называют радио Мюллер. Над ним в Зальберге подшучивают и называют его радио Вебер. Но в плане воспитания обычно там все хорошо. И с людьми он не сквернословен. Но посмотрим. Потом нам расскажут, что было. Да, расскажут. После матча уже Газибековича Крис Ильцер убирает. И Саркария. Саркария у мяча. Да, нам еще раз показали, что Соле тоже получил непонятно. Кто был адресатом этой передачи. И вышел на поле у нас, кстати, весел Димаку. Вообще он полузащитник. Поэтому это тоже какая-то попытка изменить схему. Или, возможно, посмотрим сейчас, может быть, он и по позиции заменим Газибековича. Потому что Димаку, несмотря на то, что он формально полузащитник, у него богатый опыт, в принципе, игры на разных позициях. И он довольно универсальный футболист, которым во многих его клубах, а до этого он играл еще в Венской Аустрии, им затыкают дыры в составе часто. С учетом того, что сейчас справа в обороне на фланге оказался Амаду Данте, вообще здесь такой мега-универсализм демонстрирует футболисты штурма в этой игре второго тура, что, может быть, и Данте перейдет на правый фланг, но это и атака. Потому что и Джесси Марш тоже уверенно начинал сезон, и у Марка Роза там не было особо сильных осечек. Да, потому что первое поражение Зальцберга в сезоне, это все-таки вещь, которую в Средскому Несите всегда так ждут немножко, как события. Выделяют это как события, потому что, ну, все мы понимаем общее преимущество и превосходство этой команды над другими. Ну, и, конечно, этот матч в случае победы штурма будет обсуждаться, и в прессе разберут, напишут, проанализируют. Очень интересно будет это все прочитать. Ну, а пока я, если сам бежит за мячом... Вспоминая свое недавнее футбольное прошлое, да. А, кстати, он в тренировках-то выходит иногда? Да, 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 вполне себе. Там, на самом деле, и спортдиректор Кристоф Фройн соединяется тоже иногда. Да, поэтому в Зальбурге, если вдруг какие-то там травмы, болезни и так далее, то хотя бы в тренировочном процессе вакансий-то нет. Никто не катится под я, если, как недавно Сергио Рамос, недружелюбно, правда, против Лео Месси на тренировке сыграл? Я не видела, на самом деле. Зальбург публикует очень много всяких там видео с тренировочного процесса, такие, типа, закулисные материалы, но вот подкатов тренеру я не видела еще. Хотя, возможно, они просто не попадают на камеру. Да, поймите правильно, подкатов, конечно, в футбольном смысле. Разумеется, разумеется. Взаимоотношений, личностных каких-то. 11 матчей подряд штурм дома забивает Зальбурга. Эта серия продлилась. Но и до этого было 13 мячей в 10 играх предыдущих. Домашних против Зальбурга. Теперь получается 15. То есть, ну, чуть меньше, нежели 1,5 мяча за игру в среднем. Прострел! И Александр Прас тоже, тоже хорош. Но вообще никто не выпадает из ансамбля штурма сегодня. Это правда? Да, действительно так. Может быть, немного был незаметен Штефан Хирлэнтер, капитан команды. Но он, в принципе, такой игрок, который делает очень много работы, которая... Черновой. Черновой, да. Полезный. У него всегда так было. И в последнее время он играет полузащитник. У него всегда фиксированное место в ромбе. А вообще это, наверное, главный универсал австрийского футбола. Потому что у него был один сезон, 2017-2018, когда... Забивает Гергард, интрига сохраняется. Замены обе, причем вот эти две замены сработали, потому что Ульмер, автор голевой результативной передачи, и Кергард сегодня день Тании в австрийской бундеслиге. Забивают только датчане. 2-1. И вот он, сектор болельщиков Red Bull Zalzburg. Занервничал Крис Ильцер. Да. Но это все, опять же, ожидалось, потому что мы знаем, что Zalzburg всегда сбивает в концовке. И, наконец, получилось что-то сообразить. И провалился как раз заменивший Газибековича... Димаку, да. Димаку. За спиной очутился у него Ульмер. И такой мастер, ветеран, опытнейший футболист, он нашел этой скидкой головой Кергарда, на которой в целом этот мяч заслужил. Потому что старался, и поворотом наносил удары, и в целом обострял. Обострял Кергард. 2-1. И вот здесь вот прямо с языка сняли футболисты Zalzburg. Я только хотел сказать, что Zalzburg до этого забивал штурму на протяжении 14 матчей подряд. Это все матчи учитываются. В австрийской бандеслиге всего было 35 мячей. И я вот как раз хотел задать Ане вопрос, а сегодня эта серия прервется. То есть, ну вот, не прервалась. Не прервалась, да. Так, что здесь? Ой. Да, неприятный призет. Но Станковичи в лицо сегодня получил и в другое незащищенное место. И вот они общаются. Бул оторвал меня от рассказа о капитане Штурме Хирландере. Так вот, относительно его универсальности. Зайваль. Нику Зайваль. Даже до второй желтый может договориться. Да, он явно не снизил интенсивность своей игры после желтой карточки. Она не послужила на него чем-то, что способна его осадить. Поэтому посмотрим, что еще произойдет в остатке. А что записывает Юлиан Байнбергер? Кому он вынес предупреждение? Сучечку. Сучечку, да. Желтая показана. И таким образом на карточках уже 4 футболиста. Сегодня и с дисциплины не в ладах Зальцбург. То ли Киагард, то ли Ульмер укладывают на газон Лунда. И потянуть. Потянуть время. Конечно, спортивные и футбольные хитрости будут использовать. Я впервые заметил вот этот прием. А еще дальше... Да, в Австре он используется на самом деле. Просто сегодня мы стандартов не очень много видели. Поэтому... Хойланд классно сыграл пяткой. Опять тут пана, фристайл футбольный. Все что угодно. Но он и лучший игрок матча сегодняшнего. Расмус Винтер Хойланд. Два гола. Но хватит ли их для победы? На 23-й минуте. Второй уже на 51-й. Во втором тайме. Киагард отключился на 87-й. Те самые последние 15 минут, которые работают за Зальцбург. Штурм в случае победы опередит в турнирной таблице. Да, у него будет 4 очка получается. У Зальцбурга останется 3. Малость, но приятно. Ну, понятно, что все равно там до 5-го, 7-го тура в таблице смотреть смысла нет. Но действительно, можно так. Приятный бонус болельщики штурма это могут воспринять. Капальдо. Угловой. Угловой. И здесь в пору Филиппу Кёну. Вот исправится за ошибку, приведшую к первому уголу пропущенному. Мячу. Он может только если сейчас побежит в штрафную. И что-то сделает, что позволит отмечиться Зальцбургу. Даже не обязательно забивать там скидку какую-нибудь. Помешает защитнику штурма. Но не идет, не идет пока Кён. А Хойлун превосходен в обороне. Там все полевые. Весь штурм оказался в своей штрафной. И Хойлун вынес мяч головой. Уймер. Зайвальд. Пошел на вал. Соле тоже. Как, не знаю какой, пятый, шестой нападающий. Омар Соле. И пошла последняя пятая. Соле сегодня абсолютно везде. Солирует. Да. Именно так. Уймер. Удар. Капитан оставляет мяч Веберу. Гергард. Прострел низом. Соле. 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 Бьет Соле. Удар блокируется. Зайвальд. Тыстолист. Под перекладиной Зиббенхандель. Йорк Зиббенхандель. Ох, огненная у нас концовка. Это второй тур только австрийской бундеслиги. Выдернул правую руку Зиббенхандель. И похоже, что это все третий может забить штурм. Тут только поточнее бы сделать передачу. Время и компенсированное уже завершено. И мы становимся свидетелями, может быть, и мини, но сенсации. Штурм дома обыгрывает Зайвбург во втором туре австрийской бундеслиги. 2-1. И герой матча тот самый дольчанин Расмус Винтерхеллот. 23-е и 51-е минуты. Зайвбург только один мяч сумел отыграть на 87-й. И Мауринс Кергард, другой датчанец. Сегодня забивали только датские подданные. 2-1. Победа штурма. Для вас этот замечательный матч комментировали Кирилл Жемсков и Анна Коновалова. Анна, большое спасибо. Как всегда, топ уровень, топ класс. И 4 очка у штурма. У Зайвбурга остается 3. В турнирной таблице совершенно точно штурм будет выше Зайвбурга. А это уже интрига, это уже интерес. Повышенный чемпионат в Австрии. Да, именно так. Все ожидания на сезон сбываются. Ну, кроме, конечно, странной формы Зайвбурга в самом начале. Но нас ждет борьба, возможно. Потому что борьба это главная вещь, которую все хотят в австрийском чемпионате. И в том числе интрига в борьбе за золото, за чемпионский титул. Но и не лучший день Филиппа Кёна, голкипера Зайвбурга, который привез первый мяч. Но там, конечно, молодец Расмус Хюйлон. Прекрасный матч мы с вами увидели. Продолжайте смотреть трансляции австрийской бундеслиги на платформах телеканала «Старты». Это прямые трансляции в телевизионном эфире. И, конечно, к сайту нашему обращайтесь. До новых встреч. И главное, будьте здоровы. Всем спасибо и всем пока.